Насколько качественно в Щелковском районе реализуется программа капремонта? Ответить на этот вопрос попытались участники Круглого стола, организованного по инициативе Московской областной думы. Единогласно пришли к выводу, к сожалению, ремонтные работы в домах жителей проходят неудовлетворительно. Так, в прошедшем году был запланирован ремонт в более чем 170 домах, в том числе зданиях, перенесенных с 2015 года, а также вошедших по программе восстановления бывших военных городков. Хвосты с 2015-го были закрыты практически на 100%, однако компания, выигравшая по конкурсу ремонт более 60 домов, в прошедшем году явно не справилась с задачей. Проблемные вопросы – это ремонт фасадов, практически кратко к ним не приступал. Замена центрального отопления – это вообще относится к отдельной категории работы, выполненные архи, но из рук вон плохо, то есть работы в таком виде однозначно никто у них принимать не будет. По кровлям проблемы, ну в том плане из всех общестроительных работ на территории Щелково, значит принято всего только подписано 8 актов. Настоящим бедствием для жителей стали заливы квартир. К ремонту кровли подрядчики приступали уже в середине осени. При первой же оттепели в нескольких домах случился потоп. Крыши были временно законсервированы, ремонт отложен до весенне-летнего периода 2017 года. Такая ситуация сложилась не только по программе капремонта, но и в рамках восстановления бывших военных городков. Были затоплены многие квартиры в домах на улице Беляева и в Новом городке. Должны конкурс отыгрываться уже к весне, чтобы именно в теплое время года подрядчики выходили на объекты. Чтобы не получилось, как в 2016 году, что в ноябре выходит на кровлю, когда уже была зима. В идеале это должно выглядеть таким образом. Программа сверстана на сегодня. Понятно, что делать, где делать, какой объем. И все конкурсные процедуры и подготовительные должны быть в зимний период проведены. С началом сезона весенне-летнего, когда уже можно выходить на работы, должны начаться работы. Как отметил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, проблема не только в сроках, но и в ограниченной возможности жителей повлиять на результаты конкурса, проводимого по 44-му ФСЗ, и определить подрядную организацию. В большинстве случаев подрядчик, выигрывающий конкурс, не зарегистрирован ни в Щелковском районе, ни даже в Подмосковье. Так что связаться с ним сложно не то что с жителем, но даже местной администрации. Результат был бы лучше, если бы предварительную смету для капремонта и результаты конкурса могли планировать сами Советы многоквартирных домов. Этими деньгами должны распоряжаться не при всем уважении ГБУ через конкурсы, а все-таки Советы многоквартирных домов. Эти предложения и многие другие проблемы представители областного парламента планируют озвучить в рамках экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна». Несколько таких встреч пройдут в ближайшие месяцы. Там же будут рассмотрены вопросы расселения ветхого фонда. Вы все прекрасно наверняка знаете, мы начали переселять наши дома с новой фабрики, очень проблемные дома. Мы начали переселять казарму потихонечку, тоже очень проблемные, аварийные дома. И буквально в течение где-то полутора месяцев мы доведем эту длину и пометируем всех жителей окончательно. В этом направлении на круглом столе прозвучали обнадеживающие цифры. Из ветхих домов в прошедшем году переехали многие семьи. Жители пяти ветхих домов в 2016 году были переселены в новостроки на территории Щелковского района. Семьям было предоставлено 498 квартир. В 2017 этот показатель планируют увеличить. Новое жилье получат 543 семьи.